Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, по сути, если прям так говорить, то виновата, наверное, Россия, потому что она сделала заход в вас. Но, знаешь, я поначалу очень сильно осуждал это. Поначалу прям осуждение у меня было такое прям нормальное вот эти ситуации. Пользу вас, наверное. Почему переобулся? Не переобулся, просто я начал смотреть, кто такой ваш президент, что он делает с вашей страной, и мне просто полажал. И кто он такой? Ш*** с нашей страны. Он х*** с нашей страны. Почему? У вас просто флажок есть, который остался, а так... То есть Зеленский виноват, что Россия напала? Нет, Зеленский виноват, что он довел до этого, он мог это остановить еще... А каким образом он тоже мог остановить это? На переговорах, которые Британия сорвала. В каких переговорах? В Турции. А напали... А переговоры когда были? Вам Борис сказал то, что ребята... Переговоры когда были? Ну, наверное, на какой... На второй или на третий месяц они там. На второй или третий месяц чего? Войны. То есть переговоры начались после вторжения? После. Ну, конечно, мы предлагали. А как он остановить мог вторжение? Ну, он мог просто подписать мирный договор. Так не было мирного договора. Так вот, звали уже на переговоры по мирному договору. Переговоры были, но мирного договора не было. Пап, ты понимаешь, что ты не будешь сейчас... У тебя другая реальность, тебе без слуху что-то объяснять. Другая реальность, покажи мне... Ты можешь мне сослаться на источник, видео какое-то, показать там, вырезка с... Какой-то цитаты, где... Говорится о том, что Борис Зоншин срывал переговоры? Sorry, bro. Ты можешь мне показать, где Борис Зоншин срывает переговоры? По смысле прогуглить? Я вот знаю, что Борис Зоншин не срывал. Я смотрел полностью интервью Арахамии, и там не слово о том, что Борис Зоншин срывал. Но он предлагал не останавливать конфликт, а продолжать... Он не предлагал этого. Это выгодно. Он высказал свое субъективное мнение. Но и на него повелось... Решение, решение продолжать или не продолжать, было принято еще до него. И то переговорный процесс проходил после этого еще долго. Но и сейчас то, что... Да, но Борис Зоншин, вот нигде нет ни одного источника, который говорит, кроме российских заголовков, о том, что он сорвал переговоры. Тем более, тем более, недавно, еще 13 мая вышло интервью с Якуба Комычем. Это польский представитель на переговорах, который непосредственно присутствовал, начиная от Беларуси до Турции. Это бывший госсекретарь Анжиа Дуды, президента Польши. Где он заявил, что никаких переговоров о мирном регулировании конфликта не было. Были только ультиматумы. Ультиматумы о капитуляции. Вы, типа, не резите туда, куда мы хотим зайти. Нет, было ультиматум о капитуляции. Что такое капитуляция, в отличие от мирного договора, ты знаешь? Ну, капитуляция это сдача просто. Ну, сдаю это все. Да. То есть Россия не вела переговоры о мире. Россия вела переговоры о капитуляции. Да вы в нуту чуть сдадитесь. Вопрос времени. Ты же видишь, что происходит. Почему? Что происходит? То, что у вас просто... Вас на улицу... Не ругайся. В смысле, нельзя на улицу? То есть я сегодня выходил на улицу. У меня друг живет в Киеве. Но я не буду говорить, какой район. Леха, Леха, я... Я не хочу. Ну, у него Анька сейчас уже на... Там по магазам, в Ашан, там, если надо куда-то еще. Друг Киеве. Конечно, тут твой аргумент железный. Отлично. У меня друг в Киеве, который гуляет по Киеву, что дальше? Будем сравнивать, у кого больше друзей в Киеве. Как вас 3 ЦК крутит, чувак, понимаешь? То, что вам нельзя это смотреть. Правильно. Правильно, что крутят. И будут дальше крутить, так как вы напали на... ...на нас. В любом государстве, во всей истории любого государства, когда нападали, когда нападали на не это государство, территориальные цены комплектации, либо военкоматы, как они раньше назывались, занимались поднятием людей для того, чтобы защищать государственность. Это разумеется, это разумеется. Первая причина этого всего, это то, что вы напали. И будет продолжаться работать ЦК, пока вы нападаете на нас. Потому что мы защищаем свою государственность. Вернее, не так. Государственность мы свою уже защитили. То есть, мы уже победили в этой самой войне за защиту государственности. Потому что изначально Российская Федерация пыталась разрушить государство. У нее не получилось. Сейчас война. Сейчас непосредственно война. Идет за украинский суверенитет. Вот как раз война за суверенитет идет. Вот. А что ты так коришь? О, шикарный Брогин. Украинский. Да? Или нет? Да. Украинский. Он молодец. Ну, это хорошо. О чем говорили мужчина? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. У украинцев врать постоянно. Вы заикались немножко. Звук, видимо, прервался. Повторите, пожалуйста, вопрос. Хорошо, попробуй еще раз. Это национальный признак у украинцев постоянно врать. Попробуй. Примерно. Да много чего. Какая разница. Примерно. Хоть последний разговор. Вот сейчас разговаривали о том... Вы хотите со мной поговорить по поводу разговора с другим собеседником? А, нет, нет, нет. Ну, я просто хотел... Вы спросили... О чем вы хотите поговорить, мужчина? Просто у меня тут привычка такая, что обычно русские все... Почему? Я не знаю, видимо, национальные. У нас есть такое выражение, что русские не врят, только когда молчит. Вы с ним согласны? Нет, конечно. Понял. О чем поговорим, мужчина? Давайте нормально поговорим. Ну, что же с этим? Давайте. Без проблем. Какие темы? Я с удовольствием, даже с удовольствием. Скажите, почему украинские власти, украинские власти бросили своих украинцев в Крыму? Никто не бросал. Чего взяли? Ну, вот смотрите. Смотрю. Ну, Крым же сейчас захватили. Захватили. Не сейчас, а в 2014 году захватили. Ну, в 2014 году. Да. А в 2014 году жили там граждане Украины? Так и сейчас живут. А они с какими паспортами? Ну, украинские-то у них остались. Я вас что-то не встречаю, я прошу показать украинский паспорт, они все достают старого образца, у них паспорт есть. Не обновленные, потому что нет возможности. Но есть же что-то. Ну, я понял, 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 понял. Все, я имею в виду, почему вы их оставили там, на той земле, а они их не освобождали? С чего жаль, что они освобождали? В 2014 году. Ну, в 2014 году вы же их не освобождали. Вы же ваши войска почему взяли? Под освобождение вы имеете в виду выраженное противостояние? Конечно, а как же? Ну, вы же надо пасть аптельный народ. Просто есть, просто в цивилизованном мире, каждое государство, в цивилизованном мире, каждое государство, свою цепсошную эту, этим самым. Не надо меня перебивать, мужчина. Я не люблю, когда меня перебивают. Вы же хотите, вы же вроде хотели со мной поговорить нормально, типа, а вы начнете перебивать. Не надо это делать. В цивилизованном мире, каждое государство, любое нормальное государство, боится войны. И всячески пытается ее остановить, чтобы не было боестолкновений. Потому что боестолкновение армии, это страшно. Война вообще, это страшно. Это грязь и убить. То есть, это есть война. И Украина, как цивилизованное государство, хотела остановить, не допустить кровопротивления. Так как и так, часть, некоторые военные части сопротивлялись. Некоторые корабли давали отпор, пытались отплыть с портов Крыма в Одессе. Но их не пустили. Потому что это и, по сути, был основной весь флот Украины. И только этот флот и мог сопротивляться. И пытались решить вопрос международным путем. Сразу подавали запросы в ООН. В Международный суд ООН подавали запросы. Россия, кстати, не явилась, когда мы подавали заявку в суд. Международный суд имеет такой вот двухсторонний формат. Что, чтобы судебное разбирательство было, нужно, чтобы явилось обе стороны. Сегодня Россия отказалась от этого суда. Подавали также заявки о незаконной оккупации, незаконной приватизации украинских заводов и предприятий на территории Республики Крым. То есть любое целлюзованное государство стремится к тому, чтобы не было боестолкновений. Так как это страшно, это гибнут люди. Россия, видимо, не целлюзованное государство. Потому что она была в этом заинтересована. Она увидела это и отправила также дополнительные войска на Донбасс. Вот я ответил, потому что война это страшно. Мы не хотели войны. Мы не воинствующий вообще народ. Оказалось, что все-таки нужно было защищать, потому что России плевать на дипломатию. Я просто звук вам выключил, чтобы не слушать эту мантру. Давайте так, вы мне ответите, почему, да или нет. И все. Почему на вопрос, почему нет ответа, да или нет. Да, то есть получается, значит так. Если к вам сейчас придут. На вопрос, почему нет, да или нет. Вопрос, почему, подозревает открытый ответ. Так как, почему это открытый вопрос. На закрытые вопросы есть ответы, да или нет. А вопрос, почему, это открытый вопрос, на который идет развернутый ответ. А да или нет, это из рубрики Украина защищала выраженным путем в 14-м году Крым. Ответ, да или нет. Ответ, нет. А почему, это уже развернутый ответ. И то, что вы мне выключили звук, это ваши проблемы. Это показатель вашей слабой позиции. Вы начали изначально меня перебивать. Я ответ вам дал. Если у нас получится с вами хороший ролик, мой канал Историки из Харькова. Зайдете, посмотрите ответ. Все, все, все. Я понял, что вы так и никогда и не ошиблись. Ответите на все вопросы, кроме читать методичку. Я это услышал. Все, спасибо большое. Читайте дальше. Вам удачи в прочтении ваших методичек. Все вам, все о вас дастся. За то, что вы даже свой народ не смогли защитить. А бросили его там на произвол судьбы. А потом будете всем рассказывать, что вы там, чего-то у вас там не получалось, это получалось, Донбасс у вас смогли обстреливать. А может все-таки Донбасс обстрелили по причине того, что у вас там, извини, там русской армии не было. И никого не было. Поэтому вы решили... На территории Украины, когда началось наступление до Донбасса, еще в марте месяце, после постановления 48 СФ Совета Федерального Собрания Российской Федерации во вторжении в Украину, было принято решение усилить границы указом Тручинова. И отправлены были войска на приграничье Украины. Отправлены во все области, на границы, где граничит Российская Федерация. И в апреле месяце действительно произошло вторжение. Вторжение произошло изнутри, боевиками, которые потихоньку-потихоньку заходили на территорию Украины еще где-то с января месяца. И у нас сейчас дополнительно к Гиркину появился еще интервью Мельчакова, где дополнительно рассказываются детали этой всей операции. Спасибо за контент. Я это добавлю в нарезку. Все-таки мы с тобой поговорим. Думаешь? Думаю, да. Причем? Ну вот, мы сейчас задали украинцы вопрос, братья мы или нет? Давай поговорим. Нет, не братья. Я понял. Ну смотри. Вот у нас почти у каждого родственника в Украине. И у вас почти у каждого родственника. Если у меня родственники в Германии, это предпринимается немцы мне братья или что? Я думаю, нет. Но столько, сколько у нас с вами нет нигде. Америка. Ну нету, нету. В таком случае получается для американцев. Французы, британцы, немцы, итальянцы и испанцы это братские народы, да? Ну вообще я космополит. Смотри, я считаю, что все люди... Я вопрос задал. Мы про братский... Мы про братность народов. Песерство привел мне аргумент, что родственники. Получается, по этой логике, огромное количество государств Африки, Франция, Италия, Испания, Италия, Великобритания... Это получается для Соединенных Штатов братский народ. Да, да. Гениально. Гениально. Ну смотри. Ну что ж, это твое мнение, оно и мест без событий. Я с ними согласен. Если у тебя есть смелость послушать, меня я могу объяснить, почему? Ну давай. Потому что понятие братский народ было привязано в Советском Союзе. В Советском Союзе, в то период, когда в период было раскулачивание, в периоды законов о трех колосков, в периоды гипотидов советского народа, казахов, немцев, побожье, украинцев, этнических украинцев на этнических украинских землях и на самой территории Украины, участвовали в этом как раз отряды НКВД. А в отрядах НКВД, преимущественно, были как раз русские. И когда ты говоришь о братских народах, по этой логике получается, что один братский народ умышленно проводил генератор другого братского народа, а братские народы так не делают. Поэтому по этой логике нельзя назвать братским народом два народа, если один из них умышленно исправлял второй. Что ты киваешь? Я согласен с тобой. Но тем не менее... Ну, понимаешь, как бывает? Брат на брата тоже бывает нападать. Понимаешь? Такое бывает. Не убить брата. Ну, кайный, агель, допустим. Братский народ, братский народ. Может быть, лишь в том случае, если были какие-то общие интересы и было партнерские отношения. А украинцев, украинского народа и с русским народом никогда не было партнерских отношений. Была одна единственная попытка построить партнерские отношения. Это в 1654 году мартовский договор, мартовские статьи и тогда Береславский договор. Это одна единственная попытка была построить партнерские отношения, которые не увеличались успехом. Потому что, согласно договоренностям, войско Запорожское должно было быть равноправным московскому государству, чего, разумеется, не было. Согласно этим договоренностям, московское государство должно было бороться за то, чтобы войско Запорожское вернуло все свои территории, чего оно не делало. Оно на стороне договора с польским. Этот самый договор, само же московское государство, которое позже называлось Российской империей, упразднило само войско Запорожское. То же самое Российская империя всячески ущемляла украинцев, запрещала изучение украинского языка, сжигала все книги. Абсолютно. Тот же самый, якобы, по твоему мнению, братский народ, который должен быть, если он братский, должен быть партнерами. Это должен быть партнерский народ на протяжении всего времени. Он проводил генетит, как раз украинского народа. Этот самый братский народ проводил в качестве постоянной русификации украинского народа, из-за чего пытались еще постоянно, еще до Советского Союза, сохранить свой национальный язык, который получился раздробленным из-за этой всей русификации, который потом склеивали. Потом этот самый, по твоим словам, братский народ расстрелил все возрождение этого самого народа, также всю элиту лингвистов, которые создали, соединили наконец-то воедино, разорвавшись на куски украинский язык. Поэтому это далеко не братский народ. Братский народ, если были когда-либо какие-то партнерские отношения. К примеру, в княжестве Литовском были партнерские отношения. Были партнерские отношения. К примеру, в Австро-Венгрии с австрийцами были партнерские отношения. с теми самыми там немцами там до 22 года были партнерские отношения даже более того скажу с речью посполитой несмотря на гнетение так как они не любили православных так как были католиками были тоже относить все равно более партнерские отношения чем когда-либо с русскими поэтому это не братский народ братский народ если когда-то какое-либо партнерство было партнерство никогда не было делами в отношении белыми партнерстве дело в генах мы с вами генетически связаны непосредственно назови мне как проявляет себя украинская диаспора россии почему но мы же с вами братья вот скажи может ли какой-то житель россии который является этническим украинцы назвать себя украинцам я вопрос задаю если у нас по твоему братки и народы как называют себя этнические украинцы на территории россии я подскажу большинство этнических украинцев проживаешь на территории россии не считают себя украинцами считает себя русскими несмотря на это несмотря на это те 14 процентов которые согласны даже переписи являются этническими русскими на территории украины они считают себя русскими но при а относит себя к нации украинцев так как нация то и есть гражданство так как поскольку они граждане украина не является украинской нации но они сама индифицирует себя как этнических все на русских они этого не снять уважаешь проходит массовая русификация вы народ который ущемляет вы нас на это все делали слияние вы не являетесь братьями выливаетесь обычными оккупантами не становятся генетически братьями они даже не были изначально они даже не были изначально генетически братьями какая биология причем здесь биология биологически они не были никогда братьями куда что ты вкладываешь биологии что генетически братья когда они были братья это я понял когда смысле биологии изначально генетически что значит начально изначально 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 генетически не надо брать надо который с головы ты берешь изначально генетически мы не были братьями где-то этот бред взял то что ты пытайся связать ассимиляцию в процессе советского союза так это было ассимиляция называлась русификация в стиле советского союза но генетически мы изначально не были братьями где-то этот бред взял где-то этот бред взял где-то этот бред взял каким образом при его не грозным это началось такие перемещения что-то несешь вас при его не гроз что-то несешь что за бред при его не грозным были под его контролем были создавские земли создавские земли не ходит территории украины и остальная и остальная территория которую ты называешь как бы якобы какая-то ассимиляция то пола речь посполита которая был господи речь посполитая уже говоришь это было княжества русская литовская которая была под замком от ивана грозного было огромное грубо говоря стена где стояла солдаты которые охраняли границу таких как вы никто никуда не кочевал этот бред берешь а после него была речь посполитая тоже не тоже не было куда-то а а а а